Каждый докладчик сегодня в своем выступлении как бы предупреждает, в современных условиях в бюджет могут вноситься корректировки. На это прямое влияние имеют курс доллара, цены на нефть и санкции. Мы не могли в правительстве игнорировать эти риски при работе над проектом бюджета, поскольку поступления от нефтегазовой отрасли обеспечивают свыше 70% доходов областного бюджета. Мы готовы к любому развитию событий. Все принятые социальные обязательства будут исполнены в полном объеме. Как видно на слайде, цена на нефть в течение всего трехлетнего периода прогнозируется на уровне 100 долларов за баррель. При этом обменный курс будет ежегодно увеличиваться с 37,7 рубля за доллар в 2015 году до 40 рублей в 2017 году. При этом даже сегодняшний курс доллара уже далеко превзошел эти расчеты и составил 47 рублей. Но, как отметили на слушаниях, тот, кто верно сделает прогноз, достоин Нобелевской премии. Сахалин ориентируется на данные Министерства экономического развития России. И на всякий пожарный увеличивает резервный фонд. Таким образом, объем доходов областного бюджета составит в следующем году 121 миллиард 176 миллионов рублей. От общего перешли к частному. Александр Болотников говорил о необходимости в районах небольших спортивных площадок, о приведении памятников Великой Победы перед годовщиной в порядок. Напомнил и про шахту Дарновская. Вопросы острые огласил и подытожил в стихотворении. Строить легко чужим карманам, но лучше, друзья, покопаться в своих. Кому нужны средства, пусть сам их поищет. Народный бюджет, не карман для транжиры. Излишки суд, как излишки пищи, рождают не мускулы, а только жир. Много говорили про рост цен на продукты питания. За два с половиной месяца мясо птицы на острове подорожало на 12,5%. Сливочное масло на 12, колбаса вареная на 11. Страдают в первую очередь пенсионеры, отметила Галина Подойникова. Поэтому прошу рекомендации парламентских слушаний включить следующий пункт. Поручить правительству Сахалинской области рассмотреть вопрос о возможности оказания материальной помощи неработающим пенсионерам Сахалинской области. Единственное, хочется попросить, чтобы исключили из неработающих пенсионеров бывших чиновников, депутатов и оказать помощь именно нуждающимся. Все рекомендации зафиксировали. Первое чтение закона о бюджете на три года состоится 20 ноября.